Добрый день! С вами проект «Слушай, чтобы видеть». Информационно-просветительские подкасты, созданные для слепых и слабовидящих пользователей различных электронных сервисов города Москвы. Данную инициативу реализует Национальный фонд развития реабилитации при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Меня зовут Василий Дрожжин. В данном эпизоде мы познакомимся с сервисами такси, доступными для незрячих пользователей Яндекс.Го и Индрайв. Сразу отмечу, что мы выбрали для нашего обзора не единственные сервисы, которыми можно пользоваться, используя программы экранного доступа. Вы можете использовать любой сервис по своему выбору, не ориентируясь исключительно на представленные в нашем обзоре. Итак, поговорим о приложении Индрайв для платформы iOS. Напоминаю, что найти и скачать программу можно, воспользовавшись ссылкой, которая находится в описании к данному подкасту. Установив приложение, мы можем настроить доступ к геолокации и показ уведомлений. Сервис Индрайв отличается от многих служб такси тем, что водитель и пассажир могут самостоятельно договориться о стоимости поездки, так, как будто бы это происходит в реальном диалоге. Например, когда вам предлагают такси в аэропорту или на вокзале, а вы можете торговаться, пытаясь снизить цену. В привычном варианте вы, установив точки маршрута, можете видеть предлагаемую стоимость со стороны агрегатора, который формирует ее в зависимости от расстояния выбранного тарифа, времени суток, загруженности дорог и тому подобное. Иногда цена может показаться завышенной или наоборот неожиданно низкой. В любом случае, повлиять на нее пассажир не может. У него есть единственная возможность подождать более подходящей стоимости, перезапустив приложение через некоторое время. В сервисе InDrive вы заранее можете указать цену поездки, которую готовы заплатить. При формировании заказа система покажет, какая стоимость для данного маршрута считается оптимальной на данный момент. Но вы можете по своему выбору устанавливать цену как выше, так и ниже рекомендованной. После того, как заявка размещена, вам остается только ждать откликов от водителей. Они, в свою очередь, могут также предлагать собственный вариант цены. Кроме стоимости, которую указал водитель, вы можете видеть его имя, а также информацию об автомобиле, расстоянии до вас и времени прибытия. Если условия вам подошли, можно согласиться на предложение. Если нет, ждать следующих откликов. Количество людей, которые отреагировали на ваш заказ, обычно зависит от плотности машин в конкретном районе и той цены, которую вы установили. Иногда система может рекомендовать вам повысить стоимость вашего заказа на некоторую сумму для того, чтобы увеличить число потенциальных отзывов. InDrive – это агрегатор, который сводит на своей площадке пассажиров и водителей, то есть не является службой такси в традиционном понимании. Попробуем оценить интерфейс приложения. Сразу скажу, он достаточно простой, и в нем легко будет разобраться. В верхней части экрана находится элемент выбора точки на карте, который не очень доступен для взаимодействия с программами экранного доступа. Ниже находим пункт «Меню», где можно авторизоваться, если вы этого не сделали ранее, введя свое имя и контактный номер. По мере использования сервиса вам будет присваиваться статус и формироваться персональный рейтинг. В меню вы также можете посмотреть историю ваших поездок, если в этом будет необходимость. InDrive предлагает поездки как внутри города, так и на более длинные расстояния. Доступна курьерская доставка, а также грузоперевозки. Предлагаю на практике разобраться с тем, как работает приложение. Сейчас мы попробуем сформировать заказ от моего дома, адрес которого приложение определит по геопозиции, до станции метро Войковская. Я установлю цену на 50 рублей меньше рекомендуемой и укажу в комментарии, что пассажир незрячий и ему понадобится помощь в поиске машины. Итак, пробуем. Подъезд 4. 4. Готово. Кнопка. Откуда Зеленоград? К 338-я. Кнопка. Подъезд 4. Куда? Кнопка. Текстовое поле. Идет правка. Куда? Точка. Метро Войковская. Ул. Зоя Александра Космодемьянских. Метро Войковская. Ленинградское шоссе. Остановка. Войковский район. Метро Войковская. Старопетровский проезд. Войковская. Станция метро. Войковская. Моя геопозит. Куда Войковская. Кнопка. Эд. Кнопка. Рекомендованная цена. 850 знак рубля. Время в пути тильда 46 минут. Знак рубля. Предложите цену. Кнопка. Текстовое поле. 8. 8. 0. 0. 0. 0. Текстовое поле. Идет правка. 800 тот. Знак рубля. Укажите справедливую цену. Наличным водителю. Онлайн перевод. Онлайн перевод. Закрыть. Готово. Кнопка. Знат рубля. 800. Онлайн перевод. Кнопки. Опции комментарии. Текстовое поле. Идет правка. Опции. Текстовое поле. Идет правка. Незрячий пассажир. Понадобится помощь, чтобы найти машину. Больше 4 пассажиров. Кнопка переключатель. Выключена. С детским креслом. Кнопка переключатель. Выключена. Закрыть. Кнопка. Готово. Кнопка. Незрячий пассажир. Понадобится помощь, чтобы найти машину. Предложите цену. Кнопка. Подъезд 4. Незрячий пассажир. Понадобится помощь, чтобы найти машину. Предлагаем вашу цену. Ожидайте. Ход выпал. Ход выполнения. Отклонить. Кнопка. Ханда и Солярис. Шерик. 4 минуты. 4,9. 182. Ход выполнения. Отклонить. Принять. Кнопка. Принять. Отклонить. Шерик принял ваш заказ за 850 знак рубля. Прибудет через тильда 4 минуты. Кнопка. Автоводителя. Чет. Чеврин Лефт. Шерик. Водитель. Пустой список. Сообщение пока. Текстовое поле. Отправить. Отменить. Кнопка. Вы действительно хотите отменить заказ? Нет. Кнопка. Отменить заказ. Кнопка. Почему вы хотите отменить заказ? Долгая подача авто. Указал неправильный адрес. Кнопка. Как вы можете заметить, водитель с ценой, которая меня более-менее устроила, нашелся далеко не сразу. В итоге я согласился на предложение по цене, которая была изначально рекомендована сервисом. Вы также можете в процессе поиска отклика снижать или поднимать стоимость. В целом, такой вариант поиска машины может для кого-то оказаться интересным решением. Переходим к обзору сервиса Яндекс.Гоу, который является, пожалуй, самым популярным в нашей стране. Здравствуйте, меня зовут Попов Севолод, и мы переходим к демонстрации приложения Яндекс.Гоу. Яндекс.Гоу – это, пожалуй, самый известный сервис по заказу такси в России. Но это приложение предназначено не только для заказа такси, но и для других вещей. Для заказа доставки продуктов из Яндекс.Лавки или также в приложении Яндекс.Гоу можно заказывать еду. Но мы сегодня поговорим только о сервисе такси. Чем он примечателен для незрячих пользователей? С недавнего времени в Яндекс.Такси стало можно указывать водителю на то, что у вас имеются ограниченные возможности здоровья. Например, то, что вы используете белую трость и нужна помощь. Для этого существуют специальные флажки, точнее, флажок, который мы рассмотрим. Давайте рассмотрим пример заказа такси от точки А до университета, ну, например, МГППУ. Именно так называется приложение на домашнем экране. Первый элемент, первая кнопка – это меню. Здесь имеется наш адрес. Сейчас он был указан правильно. Когда вы открываете приложение, адрес, по которому вы находитесь, определяется автоматически. Для этого необходимо разрешить доступ к геолокации. Если он указан неправильно, или вы, допустим, кому-то заказываете такси или там что угодно, вы можете сюда нажать, ввести правильный адрес. Над строкой поиска появятся результаты, и вам нужно будет нажать на нужный результат. Мы это все рассмотрим тогда, когда будем говорить о том, как писать, куда ехать. Ваши баллы на плюсе. 907. Кнопка. Здесь отображаются ваши баллы, которые имеются с подпиской Яндекс Плюс, если она у вас подключена. Ждать примерно 2 минуты. Сколько ждать машину. Обратите внимание, что здесь написано ждать примерно 2 минуты, но когда вы такси закажете, то время ожидания может увеличиться. Выбрать текущую геолокацию. Кнопка. Куда едем. Кнопка. Кнопка, куда едем. Перед тем, как ее нажимать, давайте чуть-чуть правее продвинемся и просмотрим, что дальше. Далее. Кнопка. Кнопка далее. Такси. Чистопрудный бульвар 9-1. Далее начинаются последние адреса, к которым вы заказывали такси. Такси. Колокол. 40 минут. Комфорт плюс. Кнопка. Такси. 1 тысяча 930. 55 минут. Комфорт плюс. Кнопка. И так далее. Переместимся к кнопке, куда едем. Такси. Такси. Далее. Куда едем. Выбрать. Куда едем. Кнопка. Куда поедете. Текстовое поле. Идет правка. Точка вставки в начале. Карта. Кнопка. Рядом с текстовым полем имеется кнопка карта, которая нам недоступна, но это ничего страшного. И здесь отображаются последние адреса, если они имеются. Если их нет, то могут отображаться популярные места. Насколько я понимаю, это популярные места. Это могут быть аэропорты, еще какие-то вокзалы, либо ближайшие точки. Ну, на самом деле, здесь отображаются и недавние, и места, которые находятся поблизости. Или, насколько я понимаю, популярные все-таки места. Но тут разных много. Казанский вокзал. Остановка такси 1. Москва. Кнопка. Шереметьевская ша. Вул 371. Химки. Московская область. Казан. Поселок. Прописная ша. Квебык. Дальше начинается клавиатура. В последних точках уже имеется место, к которому я хотел продемонстрировать, как вызывать такси. Но в качестве демонстрации давайте напишем. Если вы не уверены в точном адресе, ничего страшного, вы можете написать место, как оно называется. Например, я напишу МГППУ. Поскольку Яндекс.Карты, они достаточно большие, понятное дело, самые распространенные карты в России, и они постоянно обновляются, у них есть название точек интереса. Поэтому, если вы адреса не знаете, вы можете написать название заведения, например, название магазина или название какого-то построения, к которому вы движетесь. Допустим, если это какой-то университет или еще что-то, вы можете написать. В данном случае МГППУ сработает. Ну или просто любое название, которое вы знаете. Слова. Таблица Брайля. Русский. Системный. Шрифт экрана Брайля. Изменять точек. Четыре-пять. Прописная. Г. П. П. У. Книжная. Закрыть. Откуда поедете? Лесно. Куда поедете? Очистить. Куда поедете? Текстовое поле. Идет правка. МГПУ. Точка. Очистить. Карта. Кнопка. Открытое шоссе. 24 к 27. 38.0 километров. Кнопка. Здесь отображается название точки, адрес точки и расстояние. МГППУ. Факультет государственного и муниципального управления. ВУЗ. Москва. Шелепихинская набережная. 2АС1. 21.6 км. Кнопка. Московский государственный психолого-педагогический университет. ВУЗ. Москва. Улица Сретенка. 29.28.6 км. Московский государственный психолого-педагогический университет. ВУЗ. Москва. Шелепихинская набережная. 2АС1. 21.6 км. Кнопка. И так далее. Нам нужен первый вариант. МГПП. Карта. Очистить. Карта. МГППУ. Факультет информационных технологий. ВУЗ. Запятая факультет инф... Индекс спроса. Выше среднего. Кнотка. Цена изменилась. Комфорт плюс. 2449 знак рубля. Индекс спроса. Ваши баллы. Индекс спроса. Обычный. Кнотка. Индекс спроса обычный. Ваши баллы на плюсе. 907. Кнотка. Списать. 907 баллов. Кнотка переключатель. Выключена. Назад. Кнотка. Ваш адрес. Лесная 97. Кнотка. Подъезд. Кнотка. Куда? Факультет информационных технологий. Время в пути. 1 час 30 минут. Кнотка. Здесь показывается 1 час 30 минут. Добавить точку в маршрут. Кнотка. Можно добавить точку в маршрут. Группа тарифов. Такси. 1 из 5. Элемент на строке. Выбрать группу тарифов. Есть такси. Есть. Алтима. 2 из 5. Ультима. С детьми. 3 из 5. С детьми. Доставка. 4 из 5. Доставка. Другие. 5 из 5. Другие. Нам нужно такси. Оно по умолчанию всегда стоит. Доставка. С детьми. 3. Алтима. 2 из 5. Такси. 1 из 5. Тариф. Комфорт плюс. 2449 российский рубль. 245 баллов. Яндекс плюс. 4 из 8. Кнотка. Элемент на строке. И здесь отображается тариф. Сменить тариф можно при помощи смахивания вверх-вниз. Если вы пользуетесь тарифом комфорт и выше, в таком случае за поездку будут начислены баллы Яндекс Плюс, если у вас подключена подписка. За тариф эконом не будет начислено баллов. Комфорт. 1996 российский рубль. 200 баллов Яндекс Плюс. 3 из 8. Эконом. Высокий спрос. 1530 российский рубль. 2 из 8. Обратите внимание, что при выборе тарифа цена тоже может меняться. Комфорт. 1996 российский рубль. 200 баллов Яндекс Плюс. 3 из 8. И так далее. Вы можете просмотреть все тарифы самостоятельно. Допустим, я выбрал тариф. Эконом. Высокий спрос. 1530 российский рубль. 2 из 8. Вернем еще 3% баллами. Платите карты Плюса. Кнопка. Способы оплаты. Мир 7. Заказать. Кнопка. Здесь имеется кнопка «Заказать», однако мы ее не нажимаем, потому что, во-первых, надо выбрать способ оплаты, а во-вторых, нам нужны будут дополнительные опции, которые находятся правее кнопки «Заказать». Поэтому будьте внимательны. На данный момент оплачивать можно либо наличными, либо можно совершать оплату картой. На момент записи подкаста оплата с помощью Apple Pay недоступна. Смахиваем вправо. Заказать. Кнопка. Пожелание. Кнопка. Пожелание. Кнопка. И последняя кнопка – это пожелание. Сейчас у меня ничего не выбрано, эта кнопка нам и нужна. Пожелание. Закрыть. Кнопка. Ваш адрес. Лесная дверь. Подъезд. Куда? Факультет информационных технологий. Снизу экрана отображаются пожелания. Заказ другому человеку. Комментарий. Вернем еще. Тариф. Эконом. Высокий. Вернем еще 3% баллами. Платите карты. Комментарий водителю. Кнопка. Можно оставить комментарий водителю. Допустим, если вам нужно заказать пропуск, чтобы проехать, или еще что-то. Заказ другому человеку. Кнопка. Заказ другому человеку можно сделать. Для этого нужно будет вписать его номер телефона. Нам нужен этот пункт. Сотовая связь. Закрыть. Готова. Кнопка. Готова. Кнопка. Закрыть. Что сообщить водителю? Помогите найти машину. Кнопка переключатель. Выключена. Нам нужен пункт «Помогите найти машину». Нажимаем на него. Оставьте комментарий для водителя ниже. Закрыть. Кнопка. Опция «Помогите найти машину». Выберите. Если заказ оформляется незрячему или маломобильному человеку, передадим водителю, что может потребоваться помощь в поиске машины. В комментарии можно указать, где будет ждать пассажир и как его узнать. Хорошо. Кнопка. Здесь есть кнопка «Хорошо». Хорошо. Кнопка. Нажимаем на нее. Сотовая связь. 2 из 4. Буду с инвалидным креслом. Кнопка «Закрыть». Что сообщить водителю? Помогите найти машину. Кнопка «Переключатель». Включено. Комментарий водителю. Я с белой тростью. Кнопка. Комментарий водителю. Я с белой тростью. Текстовое поле. Идет правка. Я с белой тростью. Точка вставки в конце. Это комментарий, который написал я. Готово. Кнопка. Кью. Готово. Текстовое поле. Комментарий водителю. Закрыть. Комментарий водителю. Закрыть. Комментарий водителю. Закрыть. Кнопка. Закрыть. Сотовая связь. Холм подчеркивает. Сохранить комментарий для опции. Кнопка «Переключатель». Включено. Вы можете сохранить комментарий для опции, тогда вам не нужно будет его писать еще раз и еще раз. Я написал его на всякий случай, потому что были иногда случаи, когда водители не понимали, о чём идёт речь, и я на всякий случай написал в данном диалоге, что я с белой тростью, просто чтобы люди понимали. Перевозка собаки по воду. Кнопка переключатель. Выключено. Общаюсь только текстом. Кнопка переключатель. Выключено. Не говорю, но слышу. Кнопка. Буду с инвалидным креслом. За эти пожелания доплачивать не нужно. Тут другие имеются флажки для других нозологий. Готово. Кнопка. И кнопка готова. Закрыть. Кнопка. Теперь проверим, как изменился экран. Ваш подъезд. Куда? Добавить точку. Такси. Тариф. Нужна помощь. Вернём. Нужна помощь. Начало списка. Доступное действие. В тарифе тарифа имеется пункт «Нужна помощь». Если мы смахнём вниз, будет пункт «Удалить пожелание». Удалить пожелание. Активировать по умолчанию. И можно активировать. Вернём ещё 3% балла. Комментарий водителю. Кнопка. Заказ другому человеку. Подача через 10 минут. Кнопка переключатель. Выключено. Экран пожеланий не закрылся. 1 из 5. Закрыть. 1 из 5. Элемент. Подача через 10 минут. Лыжи. Детская спеца. Способы. Заказать. Закрыть. Кнопка. Можно его закрыть. Закрыть. После нажатия кнопки «Закрыть», которая находится внизу экрана, пожелания пропадают. Помните, что пожелания сохраняются. Поэтому если вы установили пожелание один раз, вам не нужно будет его устанавливать ещё раз. Это очень удобно. Поэтому если вы видите, нужна помощь при заказе пункта, значит у вас всё сохранилось. То есть можете на всякий случай зайти в пожелание и проверить, что ваш комментарий и флажок о том, что вам нужна помощь при нахождении машины, остались активными. После того, как вы нажмёте на кнопку «Заказать», будет кнопка детали заказа, у которой будут действия ротора. Вы сможете скопировать номер машины, скопировать марку машины, скопировать номер и марку машины. Это может быть полезно для того, чтобы вы могли при необходимости кому-то её отправить. Допустим, если вы заказываете такси на другого человека. Или, допустим, вы заказываете пропуск или ещё что-то. Также информация о водителе и номере машины будет видна на экране. Вы сможете войти в детали заказа и отменить его, если нужно. А также инициировать чат с водителем или позвонить ему. Сейчас я нажму на кнопку «Заказать» и быстро покажу все эти опции, затем отменю заказ. Если у вас есть возможность проехать по платной дороге, вы можете выбрать, по какой дороге поехать. Либо по бесплатной. Заказать. Заказать. Кнопка. Проезд по платному... По какой дороге поедете? Заголовок. Проезд по платному участку дороги нужно оплатить самостоятельно. Точная стоимость будет известна на пункте. Выбрано. По обычной. 1474 знак рубля. 1 час 30 минут. По платной. 1465 знак рубля. 1 час 20 минут. Кнопка. Ну, соответственно, по платной дороге время может сократиться. Пожалуйста, учитывайте, что когда вы будете ехать с использованием платных дорог, вам нужно будет при себе иметь пластиковую карту. И когда настанет время расплачиваться за платную дорогу, вам нужно будет передать ее водителю. Водитель расплатится и вернет ее вам. Поэтому не получится сделать так, что если вы едете по платной дороге, деньги спишутся с вашей карты автоматически. Вам нужно будет иметь ее с собой и дать ее водителю для оплаты. Иначе могут быть сложности, потому что после того, как вы заказали такси и поставили проезд по платным дорогам, и у вас нет с собой карты, изменить это будет, я так понимаю, крайне проблематично. Давайте выберем по обычной дороге. Выбрано. По обычной. 1474 знак рубля. 1 час 30 минут. По платной. Заказать. Кнопка. Заказать. Кнопка. И кнопка «Заказать». В первый раз, когда я смахивал, мы видели, что после вопроса, по какой дороге поедете, была сразу кнопка «Заказать». Для того, чтобы это исправить, я нажал в середину экрана. Я так понимаю, что это был единичный случай. Это не ошибка. Это просто, возможно, что-то не прогрузилось. Сейчас я нажму «Заказать». И после того, как информация о статусе заказа изменится, вы почувствуете короткую вибрацию. По платной. Заказать. Кнопка. Закрыть. Кнопка. Ждать машину дольше обычного. Заголовок. Отменить заказ бесплатно можно в течение первых 5 минут. Если отменить позже, с вас спешится 120 знак рубля. Назад. Кнопка. Вызвать такси. Кнопка. Вызвать такси. Мы нажимаем «Вызвать». Меню. Кнопка. Цена изменилась. Повторите. Окей. Цена изменилась. Повторите попытку. Окей. Кнопка. Ваш адрес. Утай. Назад. Ваш адрес. Подъезд. Куда. Добавить. Группа. Тариф. Нужна помощь. Тариф. Эконом. 1431 раз. Нужна. Способы. Заказать. Пожелание. Кнопка. Пожелание. Заказать. Кнопка. Закрыть. Кнопка. По какой дороге. Проезд по платным. Выбрано. По обычной. По плат. Заказать. Кнопка. Закрыть. Кнопка. Ждать машину до. Отменить. Назад. Вызвать такси. Кнопка. Больше 5 машин ряд. Закрыть. Кнопка. Закрыть. Кнопка. Выходите заранее. Водитель ждет бесплатно 3 минуты. Заголовок. Далее. 9 знак рубля слэш мин. Обычно водитель уезжает через 10 минут. Буду знать. Кнопка. Меню. Кнопка. Меню. Ваши баллы на плюсе. Кнопка. Смотрим. Какие ближе. И едут в вашу сторону. 0 минут. 13 секунд. Детали заказа. Кнопка. Заголовок. Смотр. Кнопка. Смотрим. Какие ближе. И едут в вашу сторону. 0 минут. 20 секунд. Детали. Отменить заказ. Кнопка. Смотрим. Какие ближе. И едут в вашу сторону. 0. Смотрим. Какие ближе. Отменить заказ. Кнопка. Закрыть. Кноп. Назад. Уверены, что хотите отменить? Мы уже ищем вам машину. Осталось недолго. Если подождать. Кнопка. Отменить. Кнопка. Отменяем поездку. Поездка отменена. Ну, дожидаться машины я не стал, потому что тогда придется отменять заказ, и это будет достаточно смущающим фактором, что я заказал машину и тут же отменил. Но знайте, что когда будет найден водитель, вы почувствуете вибрацию, на экране отобразится его имя, также будет кнопка детали заказа, и вы сможете на экране ознакомиться с номером машины, маркой машины. Они будут написаны на одной строчке, сколько ждать машину. И если вы нажмете на эту кнопку, вы сможете открыть подробный экран, в котором вы сможете написать водителю, если надо, позвонить ему и отменить заказ. Также, как я уже говорил выше, на кнопке детали заказа вы сможете смахнуть вниз и скопировать номер машины, марку машины и номер и марку машины, когда она будет найдена. После того, как поездка начнется, с вас спишутся через некоторое время деньги, когда водитель подтвердит, что заказ начат, и в приложении Яндекс.Го вам придет уведомление о том, что заказ начат. Деньги будут списаны не сразу. После того, как поездка завершится, вы сможете оценить ваш заказ. Оценка заказа происходит очень просто. Вы открываете приложение, и тут же на главном экране вам предлагается оценить заказ по различным критериям. После того, как вы оценили заказ, вы можете нажать на кнопку «Готово», и рейтинг водителя либо повысится, соответственно, либо понизится в зависимости от вашей оценки. На этом демонстрация приложения Яндекс.Го заканчивается. С вами были Попов Севоват и Василий Дрожжин. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Слушай, чтобы видеть», в котором мы говорили о доступных сервисах для заказа такси. Ставьте лайки, подписывайтесь на официальные каналы Национального фонда развития и реабилитации в YouTube, Routube, в Telegram, на официальный канал проекта «Слушай, чтобы видеть» в Telegram. До новых встреч!